Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о судьбе и творчестве Бориса Щербакова, советского и российского актера театра и кино, народного артиста Российской Федерации. Борис Щербаков родился в Ленинграде на Васильевском острове 11 декабря 1949 года в семье шофера и работницы завода. Его родители познакомились в годы войны в блокадном городе. Отец перевозил на своей полуторке через Ладогу хлеб. Мама была регулировщицей дороги жизни через замерзшее озеро. Семья Щербаковых состояла из пяти человек, жили они на 16 квадратных метрах в коммунальной квартире. Окно комнаты выходило на Финский залив, по которому шли корабли, и Борис мечтал о том, что станет капитаном и будет путешествовать. В 12 лет Бориса отобрали на роль Глебки Прохорова в детском приключенческом фильме «Мандат». Молодой актер получил новый необычный для себя опыт, а также понял, наконец, кем по-настоящему хочет быть во взрослой жизни. После школы Борис Щербаков поступил в Институт культуры имени Крупской на режиссерский факультет, но уже через год понял, что это не совсем то, чего бы ему хотелось. Оставив родной город, он уехал в Москву и там не имея особой надежды, но пылая страстным желанием пришел в школу-студию при МХАТ проситься в группу к педагогу Павлу Масальскому. Несмотря на то, что экзамены уже прошли, Борис чудом осуществил свою мечту, его приняли. Щербаков окончил школу-студию в 1972 году и с этого же года начал играть в основном составе МХАТ, он играл на сцене МХАТа в общей сложности почти 30 лет. За этот период он исполнил огромное множество ярких и запоминающихся ролей, став настоящей легендой местной сцены. Кинематографическая биография Бориса Щербакова не менее успешна, чем театральная. После окончания учебы в 1972 году Борис снялся в детективе, и его карьера стала постепенно развиваться. Так, в последующие годы с участием Щербакова вышли кинокартины «Я служу на границе», через тернии к звездам, гости из будущего, воры в законе, 10 лет без права переписки, следствие ведут знатоки, с любимыми не расставайтесь. Наиболее заметным стал фильм «Берег». Уже в эти годы Щербаков начинает появляться в проектах, посвященных будням стражей порядка. Одним из популярных фильмов подобной тематики стал «Криминальный квартет». Кроме того, в киноленте выбор артист предстал в образе агента КГБ, а в картине «Пилоты» — в роли летчика. 90-е годы, которые множество актеров пережили с трудом, жалуясь на отсутствие ролей, Борис Щербаков прошел без особых трудностей. Актер пополнил фильмографию мелодрамы «Одна на миллион», социальные драмы и непредвиденные визиты, приключенческим триллером «Монстры», комедии «Жених из Майами». Актер органично смотрится в разных жанрах, детективах, мелодрамах и военных картинах. Но особенно полюбился зрителем мужественный и благородный Щербаков в фильмах о войне. После выхода боевика «Случай в квадрате 36-80», в котором рассказывается о судьбах моряков, и ленты «Слушать в отсеках», где артист сыграл командира подводной лодки, исполнителя накрыла волна зрительской любви. Роли генерала Бородина в известном сериале «Солдаты» и подполковника Колопушина в «Сыщиках» еще больше вознесли актера на пьедестал популярности. В двухтысячный репертуар знаменитости пополнился значимыми образами в фильмах «Репортеры», «Легенда номер 17», «Алхимик», «Эликсир Фауста», «Красная королева», «Обменяйтесь кольцами». Мужественный и благородный образ Бориса Васильевича не раз был востребован в качестве романтического героя музыкальных клипов. В этом качестве артист появился в виде любови Успенской карусели «Пропадаю я». Творческий путь нашего сегодняшнего героя — это одно бесконечное служение искусству. Театр, кино, роли на телевидении — все это позволяет говорить о Борисе Щербакове как об одном из самых многогранных актеров в современном российском кино. В общей сложности за свою яркую карьеру в кино Щербаков исполнил более 140 различных ролей. Жена Бориса Щербакова, Татьяна Бронзова — актриса, писатель, заведующая труппой МХАТа 1991-2001 годы. Они познакомились и поженились во время учебы в школе-студии МХАТ. Сын Бориса и Татьяны — Василий, окончил МГУ, юрист, в 2006 году окончил режиссерский факультет в ГИКО. В 2007 году Борис и Василий Щербакова сняли фильм «Саперы». Борис Щербаков увлекается чеканкой, металлопластикой, резьбой по дереву и в 2009 году был принят в Московский союз художников в секцию декоративно-прикладного искусства. В апреле 2009 года Москве во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства состоялась его персональная художественная выставка. В экспозиции были представлены 12 произведений, сделанных из дерева и металла. Борис Щербаков, народный артист Российской Федерации. Награжден Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Орденом Дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность в области театрального искусства. Лауреат Государственной премии СССР, за участие в фильме «Берег». Дорогие друзья, спасибо всем вам за поддержку, если вам понравилось видео не забывайте ставить лайки и пишите ваши комментарии. Всем здоровья, благополучия и больше оптимизма.